Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Сегодня Святая Церковь с благоговением и трепетом воспевает в акафисте и песнопениях Пресвятую Богородицу. Ей, Царица Небесная, воздается похвала и слава. К ней, всемилостивой, устремлены молитвы, чаяния и надежды наши. Ведь никогда еще Божия Мать не оставляла никого без своего причудного заступления и помощи. Своим материнским сердцем объяла и возлюбила она весь род людской. Празднование, именуемое похвалой Пресвятой Богородицы, в субботу пятой недели Великого Поста. Установлено в память чудесного избавления столицы Византийской империи Константинополя от нападения персов и аваров, бывшего еще в 626 году. Не случайно обращаем мы свой мысленный взор и устремляемся душой к владычице нашей в последние дни Святого Поста, когда человеческие силы, казалось бы, на исходе, но нужно и дальше достойно идти поприщем воздержания, молитвы и покаяния. Она, Матерь Божия, поддерживает и укрепляет нас, подбадривает и вдохновляет на дальнейший духовный подвиг. Как же можно остановиться, если перед глазами встает славный пример ее мужества, терпения и самоотверженности? Царица Небесная – честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, совершенством своим превосходящая ангелов и архангелов нашего рода человеческого. Она имела ту же немощную человеческую плоть, подверженную болезням, страданиям. Она также чувствовала и переживала. Пресвятая Богородица была земной дочерью, но чистотою своей свела на землю чистоту небесную. А духовная красота ее раскрылась настолько полно и всеобъемлюще, что осветила весь мир. И даже сам тот факт, что рожденная от человека в Дева явилась светом человеков – зримое ярчайшее свидетельство о спасении и помиловании рода человеческого, из которого произошла она сама. И хотя окружающий ее мир и в то время не меньше, чем в наши дни, был пронизан разными пороками и греховностью, в Пресвятой Богородице преизобиловала такая божественная благодать, и она пребывала в такой полноте Божьей любви, что все грязное и злое отступало от нее, будто бы и вовсе не существовало. Конечно же, в дни Великого Поста мы не можем не вспомнить стояние Божией Матери у креста Христова. Своими страданиями и смертью искупил Господь наш Иисус Христос, погрязший в грехах род человеческий. Но разве соизмеримы с чем-либо страдания Пречистой Его Матери, которая не только претерпела эти муки у креста Божественного Своего Сына, но и сама духовно сураспялась Господу, выстрадала искупительную жертву вместе с Ним. Вот почему она не просто Мать наша, Царица Небесная, она наша заступница. Через ее Пречистое тело пришел в мир Господь. Она явилась тем духовно-телесным храмом, в котором пребывал Бог-младенец. Всей своей чистотой, возвышенной и самоотверженной земной жизнью, Богородица показала, что всякая человеческая сущность свойственна подобия Божия, что изначально именно это качество в людях являлось основным достоинством, но потом было утрачено из-за грехопадения. И вот во многом благодаря ее подвигу, ее смирению перед волей Божией, благодаря рождению ее Сына Божия, род человеческий обрел возможность восстановить всеблаженное воссоединение с Отцом Небесным, надежду на вечную жизнь и спасение. Пресвятая Богородица, Царица Небесная, милосердствует ко всем, всегда готова простить и принять заблудших детей своих. Подвижникам благочестия она дарует бодрости, силы, а грешников призывает к покаянию, дабы они очистились и могли войти в милость вселюбящего Бога. Она неустанно во все дни защищает, оберегает, заботится и любит людей, как мама, покрывает всех своим покровом. Так было и в далекое время Византии, так есть и в наши дни. И только духовно слепые не видят этого. В скорбях и в болезнях, в страданиях. Кому мы взываем после Бога в своих молениях? Конечно же к ней помощницы обидимых, ненадеющихся на день, убогих заступниц и печальных утешений, алчущих кормительниц и нагих одеяний, больных исцелению, грешных спасению, христиан всех, поможению и заступлению. Ведь в сердце ее есть место всем, каждому из нас с вами. Но есть ли в нашем сердце местечко для любви к Божьей Матери? Разве ежедневными грехами своими и беззакониями мы не огорчаем ее, не распинаем вновь и вновь ее Божественного Сына и нашего Господа? Пришло время остановиться, пришло время подумать. Все соблазны и греховные удовольствия мира не стоят и не достойны одной единственной слезы Богородицы за нас грешных, проливаемой. Вспоминая и восхваляя взбранную воеводу, избавившую некогда столицу Византии от злых, обратимся к Пресвятой Богородице с молитвой о неустанном заступлении и причудном избавлении и нас от злых грехов, пороков, соблазнов и искушений. Да поможет нам всемилостивая Владычица одержать победу над самими собой, стать духовно чище, милосерднее, сострадательнее, стать действительно чадами Церкви Христовой и восторжествовать этой победой во спасении. Пост, молитва, исповедь, святое причастие – все это установлено Русской Православной Церковью для спасения человеческой души. Цель покаяния – сознательная борьба христианина со своими греховными страстями и его духовный рост, который возможен только при регулярной исповеди. Ведь она не только очищает душу и совесть, но и дает силы бороться и дальше с грехом. Таинство покаяния – дано Господом каждому человеку как неоценимое средство для достижения жизни вечной. Помимо этого, таинство покаяния – оно помогает оздоровлению атмосферы в обществе, оно помогает оздоровлению внутреннего мира отдельного человека. Дело в том, что таинство покаяния помогает человеку поступать в повседневной жизни, во взаимоотношениях с близкими, по совести, по заповедям Божьим. Каждый человек в своей жизни совершает поступки, за которые потом ему становится стыдно. Бывает, что даже после исповеди совесть не дает душе покоя и сердце не чувствует облегчения. И все же именно таинство покаяния помогает человеку сохранить чуткость своей совести. Человек, заботящийся о чуткости своей совести, переживает конфликты, внутренние конфликты, противоречия с этой совестью. Волос совести вызывает определенный дискомфорт в душе человека. Так вот, таинство покаяния помогает человеку оттолкнуться от своих прежних ошибок. А человек, стремящийся жить по совести, не может прожить так, чтобы ни разу не войти в конфликт со своей совестью. Оставляя в прошлом свои грехи и ошибки через таинство покаяния, человек получает от Бога не только прощение, но и духовную помощь и силу. Получая даром возможность очиститься от грехов, человек приобретает больше времени, чтобы смотреть вперед и выстраивать свою жизнь по заповедям Божьим и в гармонии со своей совестью. Безусловно, конечно, необходимо, чтобы человек усердствовал в этом направлении, то есть проявлял усилия не только для того, чтобы воздерживаться от дурных поступков. Он должен нагружать себя добродетелью, потому что только в этом случае вот эта борьба с грехом, она бывает эффективной. И, конечно же, необходимо не только в момент таинства покаяния, просить у Бога в этом содействии, но и в повседневной жизни, начинать день и заканчивать день обращением к Богу за соответствующей помощью. На земле есть люди, которым Богом дана власть прощать грехи, лечить и исцелять души людей. Эти люди – священники. Когда человек приходит на исповедь с верой в Бога, то через священника, каким бы он ни был, действует сам Бог. Не священник прощает грехи, прощает грехи Бог. Но в то же время священники – тоже люди. Они ошибаются и грешат. Им так же, как и нам, необходимо исповедоваться. Все священнослужители исповедуются духовнику. Об этом нам рассказал духовник Ставропольской и Невиномысской епархии архимандрит Василий Лукьянов. Иисус Христос, когда уже воскрес из мертвых, сказал, что Дунал Лунинский сказал, примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Исповедь священников, конечно, отличается. Почему? Потому что вот священник, он носитель благодати Божией. И он сам должен сохранять эту благодать. А бывает, он ее может умолять. Или она может... Бывает, может быть, он оскорбляет благодать Божию своими ошибками, своими грехами. Поэтому мы каемся вдруг. Священник кается, специально духовник избирается, архиерея назначается, или избирается всеми священниками на все это, на епархию, на благочиние. И они принимают исповедь у священников. То есть тоже священник, но он духовник называется, как тому еще дополнительно, и принимает исповедь. И вот мы верим, что духовник прощает кающемуся священнику и говорит ему слова священного таинства. Прощай и разрешай тебя от всех грехов твоих благодати Господу нашего Иисуса Христа. И в это время Господь его прощает, и он уже с чистым сердцем идет уже, потом уже дальше служит служение, уже с очищенным сердцем, с очищенным душем. Искреннее покаяние облегчает совесть человека. На душе становится легко и свободно. К сожалению, это чувство может быстро пройти. Мир греховный снова вовлекает человека. Вновь и вновь надо обращаться к Богу с покаянием. Только так мы можем в конце земной жизни наследовать вечную жизнь с Богом. Екатерина Зубкова, Роман Гапонов, Данил Сердюков, Виталий Гринев. Специально для программы «Ставропольский благовест». На сегодня все. Молитвами Богородицы. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok